С обзором остальных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня четверг, 2 апреля, в студии Бедерниси Гусейнова. Доброе утро. Сегодня состоится прямой эфир главы Дагестана Рамазана Абдулатипова из серии «Открытая власть» на тему развития сельского хозяйства республики «Продовольственная безопасность». В рамках телеэфира Рамазан Абдулатипов ответит на вопросы, поступившие через интернет, на официальный сайт главы республики и на личные странички в интернете. Кроме того, вопросы главе республики можно будет задать по телефону 8-966-769-0541. Прямая трансляция на каналах ГТРК «Дагестан», «Россия-24», а также на сайте РГВК «Дагестан». Начало эфира в 19 часов. Сегодня в нашу республику прибывает Герой России депутат Государственной Думы, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин. В программе визита встреча с главой республики Рамазаном Абдулатиповым, пресс-конференция в здании правительства, встреча с учащейся молодежью Махачкалы. Достижения в отрасли и актуальные проблемы обсудили сельхозпроизводители на форуме «Агрария» в Дагестане, который прошел в Кизлярском районе. Напомним, что это уже вторая подобная встреча. Первая прошла в Бабаюртовском. На этот раз в селе Аверьяновка собрались сельхозпроизводители почти со всей республики. Форум, участие в котором принял и глава Дагестана, был нацелен на разговор конкретно с аграриями, а не только с чиновниками. И тем и другим Рамазан Абдулатипов дал ряд поручений. Первым делом Рамазан Абдулатипов посетил место, где появится так называемый сад будущего. Здесь глава республики посадил первое дерево. В ближайшее время тут должно быть еще сотни таких же саженцев. Далее глава республики посетил сельские Майданы. Свою сельхозпродукцию представили почти все муниципальные образования республики. Среди них Сулейманстальский, Бабаюртовский, Кизлярский, Хунзахский районы. Морковь, капуста, картофель, экологически чистые продукты. Глава республики осмотрел все экспозиции и поговорил с аграриями. А уже внутри Центра традиционной культуры народов России свою продукцию представили крупнейшие дагестанские производители. Здесь мясные продукты, хлебобулочные изделия и удобрения. Уже на встрече с земледельцами глава республики подчеркнул, что пришло время по-новому осмыслить целый ряд направлений развития АПК. В своем выступлении Рамазан Абдулатипов дал подробный анализ происходящего в аграрной сфере республики. Сегодня остро стоит вопрос поддержки сельхозпроизводителя. Он дал поручение создать специальный совет по контролю за расходованием денежных средств, выделенных для этих целей. Это почти 2,5 миллиарда рублей. Также он затронул вопросы страхования урожаев, поправки в закон о личных подсобных хозяйствах, которые предполагают помощь друженикам села в виде субсидий и земельный кодекс. Он, в свою очередь, должен регулировать государственный земельный контроль. Земли не должны простаивать, подчеркнул глава. Сегодня в республике почти 100 тысяч гектаров пахотной земли выведены из оборота. Министр госимущества доложил, что общий анализ выявил. Площадь неиспользуемых земель в плоскостных районах почти 85 тысяч гектаров. Глава республики дал поручение Эмрану Гусейнову разобраться со статусом и функциями ГУПов, МУПов и СПК, а также землями, которые никак не используются. Если земельные отношения не регулируются на основе права, они будут регулироваться на основе искаженных методов, вплоть до собирания очередной демонстрации, что вот нашу землю и так далее, и так далее. Земля в Дагестане не обрела, как это было исторически, своего хозяина. Поэтапно, с учетом условий каждого района, каждого села, поэтапно, в течение пяти лет. Поэтому поручается правительству разработать уже принятие закона, пятилетную программу по реализации закона о частной собственности на земле в республике Дагестан. Важность такого форума отметил первый вице-спикер парламента Юрий Левицкий. Это обмен опытом, расширение деловых контактов и привлечение инвесторов в республику, отметил он. В рамках реализации приоритетного проекта развития эффективной АПК перед нами стоят масштабные задачи по развитию агропромышленного комплекса республики на основе достижения науки и техники, создания условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранению и повышению эффективности использования земельных ресурсов. Подводя итоги форума, Рамзан Абдулатибов отметил, что для развития аграрного сектора нужно восстанавливать сельские общины. Ведь почти половина населения республики – это жители села, и мы просто не имеем права бросать родную землю. Только решив эти вопросы, можно говорить об импортозамещении и выходе на большой российский рынок. Более 50% населения Дагестана живет на селе, и если они будут заниматься сельским хозяйством, даже не интенсивным, а просто сельским хозяйством, эти люди будут жить. Мой подход таков, безработица на селе не бывает, потому что на селе есть участок земли, который тебе достался от старших, значит там можно что-то посеять. К завершению форума земледельцев глава республики вручил государственные награды за заслуги в области сельского хозяйства и поздравил ветеранов с 70-летием Победы. В селе Газия Кайтакского района торжественно открыт современный фельдшерско-акушерский пункт. Выступая перед собравшимися, заместитель министра сельского хозяйства Шамиль Алиев отметил высокое качество строительства и комфортные условия, созданные в помещениях пункта. Руководство республики уделяет первостепенное внимание вопросам повышения уровня и качества жизни на селе. Многие населенные пункты нашей республики остро нуждаются в строительстве таких медицинских пунктов. И реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на период 2014-2017 годы и на период до 2020-го помогает решать эту задачу, подчеркнул Алиев. Двухсотметровую копию знамени Победы, главный символ автопробега «Наша Великая Победа», развернули накануне в парке Ленинского комсомола в Махачкале. Столица республики приняла международную эстафету памяти, посвященную 70-летию Великой Победы. Организаторами акции выступает Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и движение «Антимайдан». Координатор автопробега Олег Слюсаренко отметил, что акция в первую очередь призвана объединить великий многонациональный народ России, еще раз напомнить о том, что жители страны должны быть единым целым. В колонии-поселении номер 9 УФСИН России по Дагестану состоялось очередное заседание комиссии, действующее в рамках системы социальных лифтов, на котором рассмотрены дела пяти осужденных. На троих осужденных рассмотрели ходатайство на условно-досрочное освобождение, на одного – изменение вида исправительного учреждения, на одного – первичная аттестация. Материалы с ходатайствами осужденных об условно-досрочном освобождении, а также о переводе в исправительную колонию общего режима вместе с рекомендациями членов комиссии будут переданы в суд для дальнейшего принятия решения. Новости культуры Более 100 работ представлено на выставке детского творчества «Великий шелковый путь», посвященной 2000-летию Дербента, которая проходит в Махачкале в Национальной библиотеке. Выставка продлится неделю, затем будет перемещаться в течение года в другие города-республики. О спорте. Дагестанец Гамзат Зайербеков стал победителем юниорского первенства России по дзюдо в Тюмени. В поединке за золото он одержал победу над самым именитым дзюдоистом категорией, победителем первенства мира Сахаватом Гаджиевым. Сегодня в Хасаверте во дворце спорта имени Гамидова стартует чемпионат Северокавказского федерального округа по вольной борьбе. Состязания будут проходить по 5 апреля включительно. Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров в памяти видного общественного деятеля, политика и ученого Сураката Асиатилова пройдет с 10 по 12 апреля в Каспийске. На предстоящий турнир всех любителей борьбы приглашает президент Федерации греко-римской борьбы Дагестана, депутат республиканского парламента Мурат Пайзулаев. 10, 11, 12 мы будем всех рады видеть во дворце спорта в городе Каспийске. Приедет много таких в юниорском возрасте уже титулованных спортсменов со своими амбициями. Мы тоже хотим показать школу греко-римской борьбы Дагестана. И о погоде. По сообщению Дагестанского гидрометцентра сегодня по районам Дагестана ожидается. В горных районах небольшие осадки в виде дождя и снега, туман. Ветер восточный и юго-восточный 13-18 метров в секунду. В горных районах юго-западные 6-11, местами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 3,8 тепла. В горных районах 5,10 тепла. В Цунтинском, Цумадинском, Рутульском районах и на Бештинском участке слабая лавина опасность. В Махачкале ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 13-18 метров в секунду. Температура воздуха 5,7 тепла. Температура воды в море плюс 5. Это был информационный выпуск Вести Дагестан о событиях дня 18.10. И я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня и хороших новостей. Продолжение следует...